Вот если Новофедоровку все-таки сказали, что там вот неудачно покурили, да, то есть потом все-таки вынуждены были признать, ну вот со скрипом, но диверсия. То есть это как бы вот невозможность скрывать, хотя с другой стороны пропаганда, ну придумывает абсолютно сказочные вещи, как бы их все ретранслируют и вроде как все там в российское население верят. Почему, как вы считаете, вот в этом случае уже как бы они не пошли традиционным путем, не сказали опять вот там сигарета выскользнула из рук и в общем-то случилось то, что случилось. То есть они ожидают, что будет уже какая-то так серия целая, да, и уже наперед как бы играют. Нет, они ожидают реакции взрывов. Дело в том, что в России там они не такие глупые, они проводят постоянно закрытые социологические исследования. Они очень следят за общественным мнением. Сейчас все вот эти люди, которые срочно эвакуируются из Крыма, туристы несостоявшиеся или у которых досрочно закончился сезон, они разъедутся по всей России и расскажут, что реально было, и расскажут свои впечатления. И поэтому, чтобы не получилось встречной реакции, что в обществе будет зреть совсем другое мнение, а с телевизора им будут говорить, что это окурки, вы почитайте российские соцсети, там они четко, они разносят свое руководство, где ПВО пишут, типа наши придурки опять пишут про какие-то сигареты, про какие-то хлопки, хотя это реальные взрывы и так далее и тому подобное. Поэтому они подводят под то, что это взрывы, но пока они еще не готовы признаться, что это, допустим, ракетные удары. Пока они списывают это все на диверсию. Но они очень следят за общественным мнением. Продолжение следует...